Это какой-то закон подлости. Пришла с пятерочки. Всем привет, девчонки, не поздоровалась даже. Хочу ведь давно этот борщ. Хочу борщ, не могу. Представляете, не было свеклы. Нету свеклы и все закончилось. Свекла, как будто все. Настя борщ захотела и все борщ захотели. Не знаю, девчонки, взяла вот такую вот вареную, потому что, во-первых, уже у меня бульон вон кипит, варится. Я уже настроилась на борщ. Ну, думаю, сделаю свареной. Что же теперь делать-то? Так хотела. Капусту тоже, девчонки, последнюю. Реально, что ли, сегодня все борщ готовят? Капусту тоже последнюю взяла. Прям вот вырвала, мне кажется. Быстро-быстро подошла, а то бы и ее забрали. Правда, она такая, видите, последняя. Ну, я почищу сейчас. Здесь у меня лук. Картошку взяла, потому что овощи ведь мы не брали в ОК. Морковку взяла, укроп, вот такой кофе я взяла. Баночка у меня есть, пересыплю. Сметана, свеклу я вам показала, помидоры. Вот такой ножик уже на кассе выходила, взяла. Что-то 57 рублей, что ли, стоит, потому что здесь нож такой неважный, плохо он режет. И взяла вот для водички, девчонки, этот имбирь. Сейчас почищу его, я его замораживаю. Лимончики и лайм. Я, наверное, сейчас прям хочу, знаете, колечками нарезать и заморозить, потому что мы всегда воду пьем с лимончиком. Вот так вот я нарезаю имбирь. Я сначала его очищаю. Знаю, что некоторые не очищают, но мне вот неочищены не нравятся. Я кожуру снимаю и вот так прям кружочками и потом как соломкой нарезаю его. Все, он вот так заморозится. Можно водичку добавлять. В чай тоже очень вкусно. Имбирь, он очень полезный. И вот так же эти лайм и лимончики. Лимончики, правда, напополам сделала, а лайм кругляшочками. Мы вот, например, холодную воду из холодильника никогда не пьем. Ни мы, ни дети. Вот, пьем обычную комнатной температуры. А так добавил, да, лимончик, и она немножечко холоднее станет. Вот лимончик у меня остался. Сделала себе водичку и Миланке. Милана вот такую кружку себе в фикс прайсе купила. Она тоже пьет водичку с лимончиком. Сейчас вот я ее отнесу, и они там сидят, мультик смотрят. Спасибо, мам. Я обжариваю лук. Решила свеклу положить в конце, потому что она ведь вареная. Сейчас всю зажарку уже приготовлю. Все зажарится у меня, а потом в последнюю очередь положу свеклу. Сразу можно морковочку положить тоже. В следующий раз пятерочке увижу свежую свеклу. Куплю обязательно, чтобы в холодильнике лежала. Здесь у меня бульон, картошка, мясо и маленькая луковица. Так, добавляем зажарку. Чесночок я еще забыла. У меня, кстати, в холодильнике есть чесночок. Сейчас чуть-чуть добавлю чесночка. Духовка вон, видите, у меня какая грязная. Здесь какая-то, не знаю, духовка или, вернее, варочная панель. Она или, не знаю, то, что дешевая. Вот что бы ни готовила, что бы ни поставила, вот так вот она чернеет сразу. Вчера вот по-флотски тоже делала на сковородке. Тоже вот такая же. Борщец мой варится. Я уже добавила капусту. Сейчас еще, наверное, минут 15-20. И можно будет доставать. Потом я мясо порежу. Крупный такой большой кусочек. Надо будет мне плиту помыть. Ужас. Так посмотришь. Вид, конечно. Посуду я уже помыла тоже здесь. У меня чисто. Единственное, у меня, девчонки, капуста осталась. Я не знаю, что с ней делать. Я-то обычно всегда беру маленькую вот на один раз. А это то, что последняя была, взяла. Можно было засолить. Если бы я дома была, здесь у меня и засолить ее не в чем. И вот этот черный перец горошком у меня нет, лаврушки нет. Так можно было засолить. Единственное, может вечером салатик порезать. Огурцы, помидоры, капуста, зелень. Можно со сметанкой заправить, с чесночком немножко. Приятного нам аппетита. Мы сейчас будем кушать. София не хочет ни в какую борщ. Вот вчера макароны по-флотски я готовила. Она макароны доест. Милан, давайте садитесь. Дочь покушаем. Потом я искупаюсь и пойдем. Мама, снимаешь? Да, снимаешь. Если вы кушаете, то вам тоже блядно аппетита. Да, давай я тебе волосы соберу. Делаю ей хвостик постоянно с утра. Вот обязательно распустит. Не может она. А твоя чашка там вне этот. Мама. Каша рисовая же лежит. Утром ты не доела. Милана холодильник убрала. Мам, как его? Я с хвостиком одену батонки и пойду в фаркервер. Как я его хочу, девчонки, я вам просто передать не могу сейчас. Прям с удовольствием. Единственное, у меня черного перчика нет. Красным немножко посыпала. Чтобы такой остренький, ароматный был. Вот показываю вам свой лимончик. Видите, он вот так замерзает. И прям вот так дольками его можно в пакетик положить. И утром, утром в основном я водичку отпускаю. И такой вам лимонный, освежающий. Прям очень приятный напиток. Сейчас надо будет сложить мне в пакетик. Вот так кусочек отламываете. Вот так отламываю. И кладу в чай, в воду. Еще можно мяту. Мяту я хотела, но вот сегодня мяты не было в пятерочке. Поэтому в другом магазине я мяту возьму. И будет как типа напиток вот этот для похудения с Аси. Но туда еще, если я не ошибаюсь, огурчик добавляется. Но я вот с огурчиком не очень. Я имбирь, мяту и вот лайм. Вот так, видите, я сложила. Они все по отдельности. Все дольки. Вот и имбирь. Такой приятный аромат у имбиря. Я очень люблю. Он такой какой-то, ну, горьковатость придает. И в чае мне нравится, и в водичке. Ну, все, теперь можно пить. Здесь у меня мясо. Вот вчера я разделала. С этой стороны свинина, с этой стороны говядина. И все. А тут фарш, пельмени. Мы собрались поехать в парк Ривьера. С Олей Оля позвонила. Сегодня говорит, давайте сходим вечером. Вообще мы, вы тоже мне писали по поводу этого парка. Мы там были, ну, раза четыре, наверное. Мы и в дельфинарии там тоже ходили. Нам, кстати, очень понравилось. Ну, тогда давай руку. София была маленькая. Ей тогда один годик был. Она и не помнит. Она и спала. Она половина представления спала. Но нам очень понравилось. Правда, не удалось поплавать с ними. Потому что мы пока спускались, там уже очередь такая образовалась. А очередь мы не стали стоять. Потому что у нас Артур приехал за нами. И, в общем, мы уехали. Сейчас вызвали машину. Сейчас вот здесь вот поднимемся. И поедем. Мы приехали уже, ждем Олю. Нам, в принципе, одинаковое расстояние ехать. Что нам, что им с морского дворца. Здесь рядом мы уже нету. Парк вроде бы до 10 работает. Главное, посмотрели на сайте, где написано до 8, где до 7, где до 10. Я Милане говорю, не может быть, чтобы до 8. Время уже. Сейчас, получается, через полчаса он должен закрыться. Тут народу столько. Ну, я думаю, наверное, до 10. До 10 самое нормальное. Вот цены на абонементы. Детские тысячи рублей на весь день. От 3 до 8 лет. Рост 105. Взрослый на весь день. 1300. И семейный 1500. Здесь вот картинг. Суперкартинг. Вон, гоняю. Милана. Это Миланочка? Ты же не идешь, зай. София испугалась. Еще даже не села, уже испугалась. Ты на других будешь кататься. Идем. София вот Джека Воробья испугалась. Не бойся. Не бойся. Моя сладкая. Что, испугались? Что, испугались? Что, испугались? София вон уже и то расплакалась. Что, страшно? Я слышала. Это уже не настоящий зайка. Это механизм такой. Он, видишь, головой шевелит, рукой машет. Пойдемте. Ну, привет, говори. Дельфинарий. Сад бабочек там еще есть. И еще что там? Зоопарк. На шоу дельфинов мы уже опоздали. Последний, получается, в 19.00. 800 рублей стоит. Это вот Орлен, это Олин сын. А вот Оля стоит с Вовочкой на руках. Это вот у которых мы на халяву жили, как некоторые писали. Сделают жареное мороженое. София выбрала с Орио и с бананом. Одели чистки перчатки, я наблюдаю. Ого. Твои любимые, как раз София так любит. Горячая токарунка, ребята, сладкая вата. Ты мне дашь попробовать? Ну, ты же не жадина у меня. Дашь маме? Маме, пожалуйста, я не съела. Спасибо. Маме, что не съела? Нет, я просто попробую. Мам, пропи, сейчас что-то вата пропи. Ну, да. Ты ела когда-нибудь жареное мороженое? Ага. Ну, сейчас попробуешь. Какой на вкус. Я буду могить рядом с Богом не вот этот, а вот этот, понимая, вот этот, где шоколадка. Ага. А ну, вот этот, где-то, где-то шоколад. Мам, тебе что буду делать с кубникой, и поэтому у них получать... Тебе посыпать надо чем-нибудь полить? Шоколад есть? Шоколадка. А, с шоколадом еще. Шоколад с шоколадом, да? Сколько удовольствия это? 200 рублей маленькая порция, 200 рублей большая. Вот я какая порция. Это маленькая. А можно нам две ложечки? Конечно. Спасибо. Нет, посыпку не надо. Держи. Ммм, хорошо только держи, ладно? Потихоньку, София. Ну как? Вкусно. Вкусно? Вкусно, знаете, я попробовала. София, мама, ты же мне купила. Мне понравилось, вкусненькое. И сочетание такое вот печеньки с бананом. Вкусное. Так, идем за нашими старшими. Помоги ей. Ну как? Понравилось тебе, Вова? Понравилось? Класс? Классно? Да. София, с глядой, пошла. У меня вот так вот. Нет, все, ей больше не надо. Ну у тебя тоже ссорио было? Ты что ругаешься, София? Давай руку. Пойдемте туда, пошли? Да, пойдемте. Уже темнеет. Еще у крокодилов здесь даже есть. Океанарио. Вот. Целоваться с крокодилом. Хочешь целоваться с крокодилом? Не очень? Смотри, что будет, чтобы тебе было. Вон, смотри какой. Мы идем вот сюда, вот в дом-перевертыш. София хотела. Я еще не ходила в дом-перевертыш. Перевертыш. Перевертыш. Ну вот сейчас ходите. Ой, я с тобой в дом-перевертыш пойду. Замок ужасов. Вот дети увидели. Пришли. Вход оттуда. Вон, видишь, какая пасть зубами. Да. Ну, сейчас они сюда-то ходить будут, видишь? Ну, там аттракцион рок-н-ролл. О, смотри, какой рок-н-ролл. Я вижу. Я вижу, зайка, я вижу. София, столько эмоций. Колесо обозрения. Смотрите, кошмар с какой скоростью крутится. Ох, я такие не могу. Меня сразу тошнить начинает. Аж ветер сквозняк. От того, что так быстро. Аж глаза хребит, блин. Нет, вот это, смотрите, какой кошмар. Как они кричат. Ужас. Мы уже приехали домой, потому что папа не взял наши ключи сегодня. Каждый день берет, а вот сегодня забыл. Мы уже приехали, он вот тут на скамейке сидит, нас ждет. Сейчас они зашли в пятерочку. Я попросила, чтобы сыр купили. Завтра хочу на завтрак лаваши сделать. Сулугуни. Покажу вам тоже. А то последний раз я делала, и вы, Настя, поделись рецептом. Я несколько раз уже показывала, поэтому в тот раз не стала показывать. Оказывается, вот вы мне написали, завтра сделаем вместе с вами. Посмотрите, вон, какой красивый вид ночной Сочи позади меня. Море сейчас, конечно, не видно, но зато смотрите, как красиво все в огнях. Красота какая. Как на ладони прям. Вечерний ночной Сочи. Сейчас время где-то часов 10, наверное. Вот такая вот, девчонки, красота. На сегодня я уже, наверное, буду с вами прощаться. Всех вас люблю и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok